Всем привет! В этом видео я продемонстрирую установку Linux DBN, который лежит в основе многих дистрибутивов и является одним из самых стабильных, но отчасти устаревших дистрибутивов. Для некоторых сценариев использования ПК или ноутбука DBN может подойти больше чем Arch Linux, так как не имеет роллинг-релиза, а выпуски DBN могут получать поддержку довольно долго. Также посмотрим на нестабильную ветку репозитория DBN. Первым делом выбираем язык, затем страну. После раскладку клавиатуры, дополнительную раскладку можно добавить после установки. Теперь пишем имя компьютера. Имя домена указываем если он у вас есть, если нет пропускаем, придумываем пароль суперпользователя. Имя пользователя можно написать кириллицей, а имя учетной записи обязательно латиницей. Ну и пароль юзера. Теперь разбивка диска, я выберу ручной вариант и разобью диск на два раздела, загрузочный и корневой. Корень форматирую в X4, также уменьшу количество зарезервированных блоков до 2%, этого более чем достаточно. Еще можно указать размеры ноут, но лучше оставить стандартный так как сценариев использования АПК в которых нужен иной размеры ноут практически нет, это больше для серверов. Сканирование дополнительного носителя это как я понимаю для компакт диска, выбираем нет. Теперь настройка зеркал, выберите свою страну и название зеркала, в дальнейшем зеркала можно будет менять. Если вы не используете прокси сервер, то оставьте это поле пустым. Теперь выбираем графическое окружение, можно и без него оставив только стандартные системные утилиты, я же выберу мате. После установки нам будет предложена перезагрузка, нажимаем продолжить и входим в систему. Установка вполне себе минималистична, кроме браузера и стандартных программ здесь ничего нет. Первым делом нам нужно дать право нашему юзеру использовать привилегии администратора, для этого откройте терминал и выполните следующие действия. Апт медленнее чем покрытие. Поэтому установка и обновление могут занимать больше времени. Версия моты в ДБН не сильно отстает от Arch, что нельзя правда сказать о гноме, но это мелочи. Теперь коротко о драйверах, с Intel и AMP проблем возникнуть не должно, а вот с Nvidia как обычно, идем в браузер и вводим там Nvidia ДБН, на сайте ДБН есть полная инструкция как установить драйвер, полностью реализовать ее на виртуальной машине я не смогу, так как она не подхватывает мою видеокарту, покажу лишь как добавить несвободный репозиторий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делайте все строго по пунктам как оно указано на сайте и дрова станут. Но правда версия дров очень сильно отличается от Arch Linux, но это касается только новых видеокарт, для старого оборудования также доступны драйвера. Если вам нужны более новые версии пакетов, то тогда стоит использовать нестабильную ветку ДБН, для этого нужно заменить имя выпуска на сит. Теперь я обновлю систему, проверим не будет ли ошибок. И еще одно, пакеты ДБН устроены иначе чем в Arch Linux, у ДБН пакеты более мелкие, поэтому их может быть в разы больше, к примеру, если в Arch Linux для распознания USB модема Wi-Fi достаточно одного пакета, то в ДБН придется искать конкретный пакет для вашего модема, а точнее для того чипа, который в нем установлен. Короче говоря, в некоторых сценариях ДБН может оказаться менее требовательным к ресурсам компьютера, так как несмотря на количество пакетов реального функционала системы будет меньше, но более геморройным, когда необходимо расширить его функционал. Итак, система обновилась, все работает, сейчас проверим насколько актуальны версии. В принципе моты обновилась до последней версии, единственное что драйверы даже в нестабильной ветке отстают от Arch Linux. В целом мое мнение что ДБН более подходит для устаревшего оборудования, либо для случаев когда не нужен роллинг-релиз, а нужна стабильность и длительная поддержка выпуска, но нужно учитывать что ошибки, если они есть, тоже будут стабильно долго, хотя в случае смотокритических ошибок я не обнаружил. А если дополнить ДБН флитпаком, то тогда это будет вполне себе адекватная система. На этом все, подписывайтесь ставьте лайки и до скорого.